ну всем здравствуйте перед отъездом в бертон тренд там где мы живем после замка скарбора мы решили еще у нас некоторое время было прогуляться по скарбора зайти на кладбище церковь святой марии кладбище известно тем что там захоронена анна бронте анна бронте одна из трех сестер писательница поэтесса но она умерла очень рано 29 лет а сестры и и одна из них написала знаменитый грозовой перевал но также у них был еще и брат художник но я не об этом я не люблю эти романы феминисток вот кстати надгробие старое надгробие анны бронте а это новое надгробие анны бронте ну да ладно прогуляемся по южному южному пляжу скарбора вот перед нами находится типа луна парк или аттракционы но такие жиденькие аттракционы конечно а вот и горка на которой стоит замк скарбора внушительная горка гора такая стабильная древняя правда уже полу проложена дорога позже который соединяет южный пляж с северным пляжем то есть соус out bay с north bay а это море северное море холодное море даже летом здесь холодная вода где-то около 14-15 градусов поэтому купаться здесь как-то некомфортно все-таки но погулять когда солнышко по пляжу великолепно просто великолепно ну что и мы тоже пойдем прогуляемся сегодня выезжаем поезд поезд еще несколько часов ну будем убивать немножко время вот аттракционы дети катаются радуются такие маленькие аттракционы проходим по пляжу по южному пляжу но южный пляж более развит потому что все таки южная сторона здесь нам предлагают пойти на рыбалку половить офигенную поймать офигенную рыбу но у нас нету времени конечно я бы с удовольствием поехал бы на катерке половил бы но ирина не очень приветствует это дело хотя другой раз может быть было бы это интересно на южном на южном пляже очень много казино игральных там автоматов но я это не любитель так как у меня достаточно и других грехов зачем еще еще один лишний перед нами что там а кораблики и рыболовецкое маленькое судно сейчас видимо отлив вода отошла и они сейчас все находятся в бухте а дальше мы видим краболовки так как скарбола скарбола ловят крабов ну и также рыбку ловят вот там сети впереди лежат да не видел я здесь нигде не попались во всяком случае мне на глаза где продают рыбу или там копченую рыбу странное конечно явление хотя вот вид бы мы были там рыбу коптят и продают но мы чего-то не попали в этот момент на копченую рыбку хотя с удовольствием по попробовали с удовольствием это конечно не фишн чипс национальная трагедия англии очередь стоит покататься на кораблик предлагает экскурсию на пиратском корабле прекрасно прекрасно дальше конечно там где-то краболовки еще лежат или не сезон или еще не сезон или уже не сезон не знаю но как я заметил зимой здесь краба краби маленькие здесь из берега ловит кто-то маленькие а летом конечно побольше но я думаю там где дальше от берега то там хорошие крабы я видел здесь продаются примерно по 5 по 5 фунтов ну такие размер я даже не знаю как сказать в ладони может быть ладонь танцер ну что прогуляемся дальше везде заведение где бы поесть где бы оставить деньги либо проиграть в казино впереди дальше гранд-отель я все сравниваю гранд-отель будапешт называю то что был одноименный фильм но это конечно не гранд-отель будапешт люди в основном ходят без масок а потом у них случится опять новая локдаун с британским вирусом ну что делать соля ви как говорится лето это жизнь народу достаточно много народу достаточно много гуляют пытаются загорать даже кто-то пытается купаться но в основном ноги мочат потому что вода холодно впереди плакат на котором говорится как много обитателей животных птиц умирают того что наглотаются разного мусора да это бич конечно люди все таки немножко не воспитаны в основном стараются почему не понимаю почему не бросить мусорный ящик выбросить это рядом мусор а потом эти наводнения приливы отливы все это вносит в море животные глотают это умирают уже достаточно много случаев было да и видимо вы видели и по видео и парик каким-то репортажем что много умирают даже киты огромные которые желудках находят там много мусора различного но что делать что делать какова жизнь как говорится ну что прогуляемся о а это спасательная станция спасательная станция здесь дежурят спасатели если кто заплывет в такую холодную погоду то его спасут возможно решили мы не тратить время и ноги свои на подъем на горку а прокатиться на трамвайчики викторианской эпохи который идет в горку время движения где-то две минуты но стоимость стоимость рубль двадцать то есть один фунт 20 пенсов ну интересно конечно если большая семья то это уже накладно а если вдвоем то это нормально ну что движение заняло где-то пару минут может чуть больше может меньше это ира сидит в маске а это я здрасте всем подбегая поднимаемся на горку конечная станция не знаю сколько-то метров высоту но не хочется пешком идти вот кстати остановка и сразу же кафе до для замечания на побывать в музее чтобы там не было кафе ты нонсенс или там какое-то мероприятие чтобы не было поесть последний взгляд на море так как мы родились в городе риге для нас море это довольно таки важная вещь а поняли мы это когда живем в центре англии бертон тренд где далеко до моря потому что в море что-то есть для нас интересное и иногда мы все таки стараемся выбраться к морю хотя бы посмотреть попить кофе покурить и посмотреть на море это очень удовлетворяет памятник виктории королевы англии которая сделала большие преобразования великобритании трамвайчики поднимаются один трамвайчик поднимается а под его весом другой товар трамвайчик спускается очень правильная технология разработанная с 1881 года то есть мало трата энергии потому что противовес работает ну что остается немножко время мы идем уже в сторону вокзала но надо немножко убить несколько три или четыре не три или два часа не помню уже точно но самое лучшее время где у где убить время это конечно конечно зайти в паб зайдем в паб который называется чарльз диккенс выпьем пивка пивка да вот я взял себе карлинг ира взяла биру моретти итальянское пиво но как-то я пробовал не очень понравилось насчет карлинга это пиво которое делается в городе который мы живем бертон тренд интересно что когда его берешь магазине в банках оно просто отвратительно такое ощущение что мыло прогазированное мыло разведенное с водой прогазированное а вот в пабах очень вкусно странное явление не могу понять ну ладно всем пока спасибо